24 марта 2020 года вот я подошел к озеру веселому на веселой слободе городе орле есть такое водоемчик такой чудесный улица зои космодемьянской лед растаял конечно уже такая теплая зима была и вот он рекреационный ресурс для отдыха вроде как к сожалению люди его довольно сильно замусорили ведь когда-то в нем купались люди местные жители рыбу тут даже ловит до сих пор не знаю что тут можно поймать но тем не менее это водоем глаз радует смотреть на него приятно такие природные объекты необходимы людям а то понастроили вот девятиэтажек еще советского времени они стоят восьмидесятые годы семидесятые подобного типа тоже 70 например 78 79 года постройки ну и что хорошего девятиэтажки эти типовые панельные хрущевки панельные панельные хрущевки пятиэтажные ряды домов дети как когда живут в таких вот замкнутых пространствах где из окна видна другая девятиэтажка минимум построек во дворе все однообразное взгляд упирается в стену соседского дома а дома взгляд упирается в стену которая находится через несколько метров в двух а то и в трех метрах ну и дети слепнут потому что нет простора нет фокусировки зрения зрение должно глаз должен фокусироваться то на дальних объектах то на ближних деревенские дети у них почему хорошее зрение ну конечно и продукт тоже хороший у них но там ведь и взгляд извините вдаль смотрит постоянно у деревенских детей смотрит кто там идет пытаются разглядеть вот у меня например я хоть и в городе выше вырос но зрение слава богу почему я десять лет учился ездил на троллейбусе в школу из заводского в советский район и тогда троллейбусы не очень хорошо ходили бывали интервалы и по полчаса и дольше и вот стоишь бывало зимой на остановке и смотришь высматриваешь эту четверку или шестерку которая идет советский район троллейбус увидел троллейбус и смотришь смотришь напрягаешь глаза какой это троллейбус то ли это первый то ли это четвертый то ли третий то ли шестой то ли еще какой нибудь и радуешься когда видишь свой номер вот таким образом у меня и зрение сформировалось нормальное потому что постоянная постоянная тренировка ну и кроме того еще и активный образ жизни там спорт все это прекрасно деревня дача все это полезно а современные дети запертые в четырех стенах ничего не видят кроме своих гаджетов на расстоянии вытянутой руки ну максимум 2-3 метра стенка или телевизор вот и слепнут люди и некому выгнать их на улицу во двор в секции секции платные сидят и слепнут детишки что хорошего а вот эти вот природные объекты замусориваются загаживаются сбрасывают туда и снег тало и грязь и уже желание мало туда ходить по берегам отдыхать и уж не говоря что купаться поэтому хочется сказать людям берегите природу берегите зрение своих детей здоровье своих детей пусть дети активно двигаются бегают прыгают ходят занимаются спортом чтоб у них были пропорционально развитые конечности фигура чтоб была развита мышцы чтоб сформировались как следует скелет чтоб сформировался велосипед делает ноги красивыми нормальными там гимнастика делает гибким человека акробатика физические нагрузки делают человека крепким сильным а то на раз смотришь какие то идут люди непонятными фигурами с непонятными ногами руками ну сразу видно спортом не занимались в детстве вот а природу надо беречь иначе человек оторван от природы это я не скажу зомби я скажу инвалид инвалид и физические и психические и душевные и душевные и душевные вот что я собственно и хотел сказать если кто будет возле этого озера не надо там кидать мусор вы кидаете мусор в собственную душу и в собственное будущее поверьте не стоит этого делать ну вот всем желаю здоровья хорошего настроения с вами был Дмитрий из Орла